Владимир Романенко, подскажите, где приобрели тренажер, показать ответ? Я сказал, что зайдите на сайт изодинамика Сергея Кривых, и там есть контакты, и все там вам расскажут, возможно дадут чертежи, чтобы вы сделали. Что я вам скажу по поводу этого тренажера? Это, конечно, раньше бы сказал, что это прорыв в гравитационной гимнастике. Но знающие люди меня, как бы сказать, слегка, такое слово хочу сказать, отдернули. Не отдернули, а поправили. Что все-таки лучше работать с натуральным весом, якобы, вот как раз эта гравитационная гимнастика тогда и идет. Но тем не менее, тем не менее, и я сейчас так сказать вот в таких раздумьях, но тем не менее, что я хочу сказать о тренажере. Это вообще прорыв, что касается вот лечебных свойств, это супер-дупер. И вы можете действительно заниматься самостоятельно, как я. И я очень доволен тем, что я занимаюсь. А в плане, значит, вот прогресса, из-за того, что действительно там поднимается, опускается, то есть через рычаги, тут вот какие-то другие идут процессы. Но тем не менее, тело нагружается вот так вот, вот, вот. И я его дополнительно доработал, чтобы было меньше разного рода, знаете, задиров и еще чего-то. То есть я туда вставил шарики, я там стесал там, где он там клинил и так далее. Ну и сейчас все лучше и лучше. Поэтому я вам сказал, значит, заходите на сайт из-за динамика к Сергею Кривых. И там должны быть все координаты. Всего тренажеров сделано им семь, у меня седьмой. И из семи тренажеров только я тренируюсь. Так, переставили батарейку, здесь у меня немножечко побольше заряда, но время берет свое. Бывайте, все батарейки пришли в негодность просто из-за времени, надо менять. Так, про тренажер рассказал. Татьяна, доброго здоровьица. Ирина, доброго здоровьица. Здоровья и процветания на долгую жизнь. Спасибо. Я увидел эту штуку, как она сделана в ВАУ. Ничего сложного нету. Ну я ее показываю так и сяк, и разобрал, видите. Наконец-таки Александр Бас. Почему не делать упражнения на бицепстое или из-за нагрузки на позвоночник? Я уже объяснял, да. Как раз из-за нагрузки на позвоночник, особенно когда у меня болела спина, я эти упражнения перестал делать. Вот, а сейчас, сейчас просто я к этому упражнению привык. И мне нравится, что тянет один бицепс и продолжают. Наталья, спонсор канала, мне вас посоветовали. У меня проблема с энергетикой. Проблема с энергетикой. Я вникала в дыхание, очищающее полевую форму жизни по вашей методике. И даже не предполагала, что так ломает при этом дыхание. При начальных занятиях вы очень все понятно поясняете. Смотрю и другие ваши материалы. Очень заинтересовалось. Спасибо за знание. Смотрите, дыхание, очищающее полевую форму жизни. Это, конечно, работа с энергетикой. Потому что, когда человек работает с дыханием, а тут дыхание быстро такое. Видите, я не задохнулся, потому что я так уже закалился в этом дыхании. Именно вот такое дыхание, оно снимает через нос энергию. И энергии все больше и больше в нашем, так сказать, тонких телах. И в частности, в нашем праническом, то есть энергетическом теле. И вот они уплотняются. И то, что там имеется, начинается выталкиваться. Это, как, знаете, вот булочка, в которой имеется изюм. И вот этот изюм надо вытолкнуть из себя. Потому что он образует полости. И наша полевая форма жизни имеет раковины. И в итоге она, где имеется раковина, она не управляет энергией вот эту часть. И там начинают идти свои собственные процессы, как угодно. Нам надо быть цельным. Чем человек более цельный, чем больше человек насыщен энергией, понимаете, тем он здоровее и устойчивее во всех отношениях. И, как говорил, сама думал, чем больше у нас энергетики, тем больше мы можем считывать с окружающего пространства. Потому что наши, как бы сказать, воспринимающие способности, увы, маловаты. Мало энергии. И мы только наберем информацию с небольшого, как бы сказать, объема пространства. Чем больше энергетики, тем с большего объема пространства мы это все берем. Это очень интересная вещь. Так что это дыхание, оно способствует очищению и в какой-то степени, значит, укреплению энергетики. А для того, чтобы энергетикой по-настоящему заниматься, в первую очередь, это надо научиться соблюдать спокойствие. Далее научиться концентрировать свои умственные процессы, мысли и так далее. Ну и еще работать. Например, вот вы видите меня. Я уже давненько ощущаю, потому что я уже больше полугода занимаюсь вот этой вот изодинамикой. То есть гравитационной, правильно сказать так, я занимаюсь гравитационной гимнастикой на тренажере Сергея Криви. Если так вот правильно сказать. Вот. Ну что, энергетика возрастает. А за счет чего она возрастает? За счет того, что благодаря напряжениям, вот этим запредельным напряжениям, я пропускаю через себя потоки, колоссальные потоки энергетики. И, естественно, я ее вырабатываю не мне кто-то дал, а я ее вырабатываю через себя пропуская. И вот это уже что начинает, начинает, Наталья, это для вас, по секрету никому не рассказывайте. Начинает происходить, первое, не просто то, что вы как бы накачиваетесь энергией, это как бы сказать само собой. А происходит, что для того, чтобы какая-то структура пропускала через себя энергию, она должна видоизменяться. Потому что, смотрите, вот есть проводник, пошел через него большой ток, оп, и пережег. Чтобы этого не случилось, идет, значит, перестройка вот этих структур, чтобы он пропускал все более и более мощные токи. Это раз. То есть, идет изменение структуры. Плюс, как говорил еще Анатолий Иванович самодумал, Каждую клетку организма можно зарядить чуть ли не до бесконечности. То есть, помимо всего, что там идет перестройка, каждая клетка, она становится более мощной. Мощь ее возрастает в два раза, в три раза и так далее. В десять раз, в десять тысяч раз там может возрастать. И в результате меняются, с ростом мощности меняются свойства. То есть, вы становитесь, если, как бы сказать, сравнить организм человека с жидким кристаллом, структура кристалла становится совершенно иная. То есть, все мы знаем, что есть вещество такое углерод. Это вот уголь мы пишем. И в то же время углерод это бриллиант. В чем разница? И там углерод, и там углерод. А разница в том, что атомарная структура у них иная. Так вот, занимаясь, допустим, медитацией, занимаясь молитвой, занимаясь там постом, занимаясь тем, что контролируете свои собственные мысли, занимаясь цигуном, занимаясь там еще какой-нибудь статикой и так далее, занимаясь особенно дыхательными практиками. И, в частности, вот, гравитационной гимнастикой, что, вроде как, из всего, что можно сказать, является самым таким лучшим, идет перестройка даже костного мозга. Это очень важно понимать. Костного мозга, только редкие гимнастики цигуна влияют на сложение костей, как они говорят, на то, чтобы шла перестройка скелета, перестройка костей. Так вот, у меня уже интересное произошло, что у меня изменились ногти, они стали совершенно иными. То есть, это говорит о внутренней перестройке. Das ist – внутренняя перестройка. Вот, и вот это уже энергетика начинается. Она остается с вами. В любой момент вы можете с помощью концентрации немножечко ее там прибавить еще к себе, если вам надо, ну и, конечно, важно понимать, а зачем вам энергии? Вот столько, вот, каждый человек сказал, а я хочу, чтобы у меня энергии было в тысячу раз больше, чем сейчас. Вопрос – для каких целей? Вот на это тоже надо отметить, для каких целей это надо. Вот благодаря вот этой вот энергии, что я за полгода с ней поработал, из развалины, когда я тут со своим позвоночником там тарахтел, а так и сяк плечами там не мог поднимать, я превратился, ну, практически в здорового человека. Энергетики даже такой, как сейчас, у меня не было и раньше, а, естественно, позвоночник у меня был гибкий, юный там давным-давно, так он сейчас примерно восстановил то, что я нормально себя чувствую. Плюс разного рода суставы, особенно плечевые и так далее. Вот, как бы сказать, для этих целей и плюс, плюс я занимаюсь для того, чтобы раскрыть свои потенции. То есть, чем больше напряжение, чем больше с помощью этого напряжения, как бы сказать, умственного, вот тут важно, напряжение не столько, как бы, мысленное, а вот напряжение, как бы сказать, волевое, вот то, что ты говоришь себе, ты можешь это сделать, вы понимаете? И делаешь, и прибавляешь вес, и вот это вот начинает выдавать свои интересные плоды. Интересные плоды выдавать. Вот это вот я, лично я считаю, вот это называется уже энергетика. Некоторые, конечно, там раскрывают чакры, там, или еще что-то есть, и такие там методики и так далее, ну, подобное. Сразу хочу предостеречь путь этот непростой, сугубо индивидуальный, и на нем столько различных не препятствий, а сложностей, которые связаны лично с вашей личностью. Что там у вас было, какие у вас кармические, там, дела, там, задолженности и так далее. То есть, снятся сны, ведется работа, идут обострения различного рода, там, проходят, что там у вас там было. Вы уже там и забыли, что чем-то болели, или еще там с какого-то там, вот. Это начинает все проявляться, то есть, все начинает, начинает, как бы сказать, меняться. Это очень интересная вещь, самораскрытие Наталья Шуклинская. Наташа дальше у нее тут активно участвует. Молодец, спонсор, доброе утро. Видите, я с вами побеседовал, так сказать, разъяснил все это.